Совсем недавно мы рассказывали про то, что мэрия Новосибирска решает судьбу известного в городе Мурала, то есть образца настенной живописи на улице Фрунзе. В нашем репортаже жители высказались за сохранение изображения доктора с золотым сердцем в руках. Так вот, зрителя нашего канала удивила позиция мэрии по отношению к интересной и привлекающей взор в форме украшения многоэтажных домов города, вид которых сам по себе положительных эмоций не вызывает. И гражданин посоветовал муниципальным чиновникам обратить свой взор в первую очередь на то, где действительно их усилия могли бы пригодиться – на остановочные павильоны. В городе есть старые остановки, есть новые, но почти все их объединяет одно – отпугивающий внешний вид. И тут даже дизайн ни при чем, все дело в содержании, то есть в отсутствии ухода за конструкциями. К примеру, на вокзальной магистрали остановка совмещена с торговой точкой, но пользы от того не видно. Ну, объявления клеят. Видите, ободрали некрасиво. Что я могу сказать? Кто-то же должен содержать, следить за всем этим, чтобы красиво было, да? Ну, кто-то должен, я не знаю кто. Даже остановка на площади Свердлова не отличается ухоженностью. Есть здесь и граффити, от которого мэрия почему-то избавиться не спешит. Левый берег – улица Немировича-Данченко. Образцами новых остановочных павильонов не изобилуют. Ну, а расклещики объявлений здесь работают дружно и плодотворно, как и любители настенной живописи. По поводу содержания остановочных павильонов, как они выглядят, нравится вам, не нравится? Я из Кольцова, у нас намного лучше все. У вас лучше, да? Да. Как содержится остановочный павильон и насколько красиво все это эстетично? Да ну, как красиво, конечно, некрасиво. Некрасиво – это заключение жителя Новосибирска. Интересно, для того, чтобы кто-то взял и очистил все эти поверхности и впредь следил за их содержанием, тоже надо заключение специальной комиссии мэрии, чтобы она признала такой дизайн несоответствующим нормам и правилам? Или эти вопросы должны решаться как-то по-другому, в упрощенном порядке? Может просто найти того чиновника, который за исполнение этих обязанностей из городского бюджета зарплату получает? Мы надеемся получить на эти вопросы подробные ответы, которые не будут похожи на отписки, а еще лучше конкретные решения. Ну а закончить репортаж хочется этим образчикам граффити, которые тоже почему-то мало интересуют местные власти. Надписью уже довольно давно располагаются под эстакадой на улице Ватутина. И вряд ли такая живопись может украсить сибирскую столицу.